Пока за окном крепнут морозы, наш организм, наоборот, дает слабину. Чуть что, и мы уже кашляем и чихаем. Чтобы этого не случилось, необходимо тренировать свой иммунитет. Разберем, как это сделать. Правило первое. Надо сбалансированно питаться. Ешьте мясо, молочку и, конечно же, не забывайте о других продуктах, которые богаты витаминами. В любое время года важна правильно подобранная продуктовая корзина. Хорошая примета, если в ней много овощей и фруктов. Налегаем на мандарины, яблоки, апельсины. В них в достатке витамина С. Но в последнее время у фруктово-овощной панацеи появился серьезный конкурент – имбирь. Люди буквально сметают с полок этот продукт. Но действительно, лизаветный корень работает против вируса. Врачи говорят, употребляя этот продукт, хуже вряд ли станет, но при укреплении иммунитета ведущей роли он все-таки не играет. Да, есть такие сведения, что имбирь в сочетании с лимоном, с медом может способствовать повышению уровня иммунитета. Но опять же, мы не знаем исходно, насколько у человека, у пациента снижен уровень иммунитета. И нужно ли ему это делать или нет. Вопреки общепринятому мнению, на иммунитет не влияют чеснок и лук. Хотя их пользу, конечно, никто не оспорит. Эти продукты скорее отличное оружие в борьбе с микробами. А вот вооружиться крепким здоровьем поможет хорошее настроение. Звучит неплохо, но много ли общего у этого тезиса с реальностью? Оказывается, много. Дурачьтесь, веселитесь, смейтесь, здоровее будете. Это действительно так, потому что при смехе, при положительных эмоциях вырабатываются эндорфины, которые тоже могут способствовать повышению нашего иммунитета. И еще одно мнение. Сильные легкие – залог стального иммунитета. Именно поэтому, считается, их надо укреплять. А поможет в этом знакомый всем нам процесс надувания шариков. Врачи в эффективности конкретно этого метода не уверены, но в целом говорят, что дыхательная гимнастика играет не последнюю роль в укреплении здоровья. Это тоже может способствовать насыщению кислородом крови, и увеличению жизненной емкости легких. А вот это, кстати, далеко не миф. Чаще проветривайте комнату. Воздух не спертый, а обязательно свежий – один из факторов, который формирует иммунитет. Конечно, мифов достаточно много. Однако врачи советуют доверять тем способам, которые ни разу не подводили. Это здоровый образ жизни, физические нагрузки, правильное питание и хорошее настроение. Следуя этим проверенным методам, вы получите стальной иммунитет. А это лучший щит от болезней. Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.